Угол зрения с Алексеем Мартыновым. Начинаем программу. В студии Вести ФМ Павел Анисимов и Алексей Мартынов, политолог, доцент финансового университета при правительстве России, директор Международного института новейших государств. Алексей Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Телеграм-канал Мартынов большими русскими буквами, Телеграм-канал Вести ФМ Плюс. Подписывайтесь, там всегда интересно. Идет прямая видеотрансляция эфира. Первое о главном в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. Тоже переходите и смотрите. Начнем по повестке этой недели, которую выделил Алексей Анатольевич для себя и для нас, для всех, для слушателей. Начинаем с понедельника. Сегодня президент проведет совещание с участием руководителей силового и социального блоков, мэра Москвы Собянина, губернатора Подмосковья Воробьева. Об этом сообщили в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал. Также обсудят поддержку пострадавших в результате теракта в Кропкусь. И как сказал сегодня Дмитрий Песков, наш мир показывает, что ни один город, ни одна страна не могут быть полностью застрахованы от угрозы терроризма. Да, к сожалению, так. И, конечно, это трагедия, эта резонансная новость будет в топах новостей, не только по итогам этой недели, я думаю, следующей. Много еще времени мы будем об этом говорить в контексте и расследования, и выявления непосредственных заказчиков, пособников и так далее. Нет сомнений, нет сомнений, что выявлены будут все, независимо, так сказать, от того, кто бы не стоял за этим злодеянием, будь то правительство каких-либо государств или специальные службы тех же самых государств. Уже сегодняшняя информация, которую мы имеем в открытых источниках от соответствующих служб России, указывает на то, что этот теракт по уровню планирования, по уровню подготовки, по уровню сопровождения совершенно точно указывает на то, что, по крайней мере, проектирование этого злодеяния проходило на очень компетентном и высоком уровне, соответствующем одной из ведущих иностранных спецслужб мира. Что с этим делать и как на это отвечать, это, так сказать, решат соответствующие компетентные органы и верховные главнокомандующие. Совершенно точно это не останется без жесткого ответа. Сегодняшние разговоры диванных разнообразных экспертов, которых, как всегда, в подобных ситуациях в обилии, и здесь сложно осуждать людей, потому что, действительно, это, конечно, и трагедия, которая касается всех, это нападение на нашу страну, террористическое нападение на нашу страну. Ровно так это нужно и квалифицировать, так это и квалифицируется. Можно понять еще раз эмоции, но я бы остерегся от разнообразных диванных версий, да, и давайте дадим возможность поработать специальным службам, следственному комитету, внешней разведке, между прочим. И тогда уже, так сказать, когда будет возможно, во-первых, что-то будет обнародовано, во-вторых, скорее мы даже увидим ответственные действия без всевозможных предупреждений. Конечно, это беспрецедентная история. Мы, наверное, впервые с подобными вещами столкнулись, хотя, хотя я напомню, что еще лет 20 назад мы сталкивались с террористическими атаками. Они несколько имели иной характер, но тем не менее мы справились тогда, справимся и сейчас. Но любопытно, что и тогда, и сегодня за подобными злодеяниями стоят одни и те же промоутеры. Ну, может быть, артисты у них, так сказать, иногда меняются. Хотя надо сказать, что вот эти тупые басмачи-исполнители, что тогда, что сегодня, вполне себе используются для подобных злодеяний. — Все так. Ну и самые искренние соболезнования. — Безусловно. Безусловно. Пользуясь случаем и соболезнования и погибшим, и семьям, и пострадавшим, всем гражданам нашей страны и всем друзьям нашей страны за рубежом, которые слушают нашу программу, нашу радиостанцию. И я знаю точно, что слушают. География нашей программы очень обширна. Это не только постсоветское пространство, но и многие страны мира, где, так сказать, эфир доступен через интернет, например. — Да, ну дождемся. Открытое будет совещание президента с силовым социальным блоком, с главами Москвы и Подмосковья. И будут озвучены итоги, и какие-то выводы тоже будут сделаны. Это совершенно точно. Идем дальше по повестке дня, по повестке понедельника. Сегодня в Сочи на федеральной территории Сириус начал работу крупнейший, это исторический факт, это крупнейший международный форум в области мирного атома, Атом-экспо 2024. Он 13-й по счету и рекордный по количеству стран-участниц, 75 стран делегации прислала, и по количеству международных экспертов свыше 4,5 тысяч человек. Эти цифры назвал гендиректор Росатома, под эгидой которого проводится Атом-экспо Алексей Лихачев. По его словам, впервые в Атом-экспо участвуют Буркина-Фасо, Мали, Нигер, Ирак. И в Сочи прилетело, уже сделал ряд заявлений, министр иностранных дел Венгрии Петер Сиарто. Вообще очевидно, что мировой энергокризис, связанный с политикой, недружественной политикой, недружественных государств в отношении России, он вернул интерес к атомной генерации. И в тех же самых недружественных странах, и в США, и в Европе напрочь тут же позабыли о своих же призывах скорейшего зеленого энергоперехода на ветряки, на все что угодно. Сами там теперь распечатывают урановые шахты, расчехляют ряд реакторов атомных электростанций. Но еще раз и форум Атом-экспо подчеркнет еще раз, что российская атомно-инженерная школа практически не имеет конкурентов в мире. Вот, наверное, поэтому и в Сочи прилетело так много представителей африканских стран, потому что там население растет, люди хотят жить в комфорте, нужны новые источники генерации, ветряки не спасают. Ну, конечно, трагедия в Крокусе несколько затмила с собой многие важные события и этой недели. Я думаю, что это будет и какое-то время продолжаться, но я обращу ваше внимание, что, конечно, мы в трауре провели вчерашний день, сегодня мы вышли на работу, и, наверное, лучшим ответом этим всем подонкам, тем, кто стоит за этим кровавым терактом, это, так сказать, сплочение общества и честная работа у каждого на своем месте. Наше место вот здесь, в этой студии. Вот, поэтому, так сказать, мы с удовольствием освещаем предстоящий форум в Сочи, безусловно, беспрецедентное событие, масштабное, международное. Я вам хочу сказать, что неспроста оно проходит в России. Дело в том, что именно Росатом, российская государственная корпорация, находится на самых передовых технологических рубежах, разработки атомных реакторов, мирных атомных реакторов четвертого поколения. То есть, это то, что называют зеленой энергетикой, да, ну, в смысле, по параметрам, да, это вот то и есть. И в свое время, и это известный факт, в свое время, потрачено огромное количество сил, средств со стороны наших оппонентов. Тогда оппонентов, сейчас можем уже даже слово враги употреблять, потому что они убивают наших людей в наших городах. Так вот, собственно, огромные усилия были потрачены на то, чтобы соответствующим образом увести в сторону развития энергетики, ну, в сторону от развития атомной энергетики, в сторону вот разнообразных этих, значит, мифических альтернатив, там, ветряков, солнечных батарей, каких-то там водородных чего-то там, помнишь, это вот была одно время тема переход на водород. Ну, наверное, когда-нибудь, возможно, но точно совершенно здесь и сейчас именно Россия находится на передовых технологических позициях, и Росатом уже близок к тому, чтобы построить первый реактор четвертого поколения. По экологическим параметрам это гораздо, так сказать, более зеленое, если можно так выразиться, чем то, что сегодня пытаются теоретически предлагать разные, там, западные, американские компании. Конечно, есть ряд стран, которые тоже идут в этом направлении, то есть и в США пытаются разработать реактор четвертого поколения, не очень получается. Франция близка, ну, тоже у них своих проблем сейчас много, а, собственно говоря, и все, кто еще в мире проектирует и строит атомные электростанции. Ну, так вот я имею в виду полного цикла от проектирования до пуска в эксплуатацию. Никто, никто. И действительно, сегодняшний российский проект третьего поколения лучший, но четвертый, безусловно, здесь Россия опережает всех. И вот это вот из той же самой, кстати сказать, серии тех же информационных химер такое пренебрежительное отношение. Ну, подумаешь, ну, что они там в каком-то третьем мире, там, ну, какие-то, знаешь, эти, Африка, знаешь, вот так вот, типа, там, азиаты какие-то немытые, да, которых, так сказать, пытались подобным образом, в подобном состоянии в режиме неоколониализма тот же самый Запад держать, там, сто лет, да, больше. Дело в том, что сейчас Африка – это одна из самых перспективных территорий роста мировой экономики. Начиная от ресурсов, любых, кстати, и ископаемых, и человеческих, и водных, и каких угодно, как бы еще раз не пытались это представить по-другому, что это какое-то зачуханное место, где отсталые немытые люди, которым нечего жрать и так далее. Им нечего жрать, извините за выражение, потому что им не дают разбиваться, не давали долгое время. Сегодня с новыми подходами к мировому устройству, с новыми взглядами, с новыми какими-то перспективами, которые Россия несет в мировое сообщество, с новыми надеждами, если хотите, на справедливый многополярный мир, эти страны с надеждой еще раз смотрят, да, и они не бедные. Этим странам есть чем платить, в том числе и за дешевую атомную, чистую, это важно понять, чистую атомную энергию. И вот эта бесконечная попытка, по крайней мере, вспоминать Чернобыльскую катастрофу 40-летней давности, ну, это, извините, давно уже перекрыто всеми фукусимами и прочими вещами. И, конечно, человеческий фактор везде имеет место. И надо сказать, что с тех пор отечественная атомная энергетика шагнула далеко вперед, в том смысле, что действительно это признано специалистами в мире. Ну, те, кто не играет в политику, а те, кто, так сказать, про науку, про будущее, да, про энергетику, вот, не признают, да, действительно, Российского Росатома на сегодняшний день лучший проект и с точки зрения безопасности, и с точки зрения экологии, и с точки зрения цены, кстати, сказать. Вот, поэтому я думаю, что очень интересный будет форум. Еще раз, несмотря на то, что он смазан здорово трагедией в Подмосковье, но, тем не менее, жизнь продолжается, на зло этим негодяям мы будем жить долго и счастливо, вот, а с ними будет то, что должно быть с подонками и мерзавцами. Я даже в этом не сомневаюсь. Еще о международном сотрудничестве уже на четверг, на 28 марта, переходим в Москве, пройдет 15-й международный экономический форум стран СНГ, девиз форума «От диалога к совместным проектам на пространстве СНГ, ЕАЭС и ШОС». Более двух тысяч участников обсудят интеграционные процессы и будут вместе искать, процитирую, сбалансированные решения, учитывающие интересы всех стран. Это о многополярности. Еще раз. Да. И напомню, что Украина и Молдавия, несмотря на все заявления, посмотрел на сайте, они до юра еще остаются членами Содружества, но на них, наверное, уже не рассчитываем. Ну, понимаете, если мы в моменте будем рассматривать такие процессы, а это процессы, да, процессы в моменте рассматривать же нельзя. Это процесс, он растянут во времени, в каком-то, так сказать, месте. Это более интенсивно идет процесс, где-то замедляется, но это процесс. Безусловно, в сегодняшней точке сложно говорить о каком-то, ну, действительно, деятельном участии, да, там, Украины, например, которые находятся под оккупацией этого нацистского режима, который активно финансирует и поддерживает вот тот самый Запад, еще недавние наши оппоненты, сегодня враги. Но, рано или поздно, это закончится, как мы понимаем, нашей победой. И тогда Украина вполне себе вернется к нормальному взаимодействию, к нормальной жизнедеятельности, в том числе и в рамках интеграционных проектов. То же самое можно и про Молдавию сказать. В конце концов, решится вопрос с Украиной, и Молдавия автоматически вспомнит русский язык, хотя она и сегодня его помнит прекрасно, просто не имеет возможности. Ну, там власть захватили люди с иностранным гражданством, поэтому работают в интересах паспортов, которые у них на руках. Не молдавских паспортов. В румынских, но там дело же не в Румынии, мы же понимаем, так сказать. Это же все тоже из той же самой серии. Это те же самые болезни, понимаете, те же самые болезни постсоветского пространства, которые мы наблюдаем. И, кстати сказать, регулярно с камрадом Арменом Гаспаряном каждую субботу обсуждаем практически в этой же студии. Ну, иногда дистанционно. Вот. Поэтому я бы здесь не делал акцент на их отсутствие. Никуда они не денутся. Другой вопрос, что... И мне кажется, самое интересное вот в этом саммите... Ну, бывали саммиты такие похожие, да, экономические. Здесь интересно новое ребро жесткости, да, так сказать, участники стран ШОС. Да, то есть, интересно, Евразес и ШОС. Ну, Евразес, понятно, это в основном постсоветское пространство. Хотя мы с вами тоже обсуждали в этой студии не так давно саммит Евразес, где там энное количество стран, не относящихся к категории постсоветского пространства, изъявили свое желание в качестве там наблюдателей или в качестве каком-то другом качестве соучаствовать в этом проекте с перспективой постоянного членства. Да, то есть, это уже выходит за пределы постсоветского пространства. А сегодня заявлено об участии в этом саммите стран ШОС. Да? Ну, ШОС, это так, на секундочку. Это Китай. Ну, не только. Это еще и Индия, это еще и Пакистан, это еще и Иран. Ну, так, давайте сложим это все в виде людей, рынков, экономик, ресурсов. И, ну, так солидно выглядит, да, в том числе и для стран СНГ. В том числе и для стран СНГ, которые по тем или иным причинам не участвуют ни в Евразес, ни в ШОС, но участвуют в СНГ. Поэтому это, мне кажется, интересное мероприятие. Имеет смысл на него внимательно посмотреть. Сейчас уходим на новости. В студии Алексей Мартынов, политолог, доцент финансового университета при правительстве России, директор Международного института новейших государств. Не переключайтесь. Угол зрения